Заслужил. Чем? Негативные события всякие с ним происходят. Так где вы наблюдаете эти события? По телевизору, телевидению. Здесь просто даже комментарии, мне кажется, излишни. Все ясно. Спасибо. Правильно поступили? Обязательно. Таких людей вообще надо из страны выгонять. Каких таких? А вот таких, как Навальный. Это предатели Родины. Чем предалось на секрет? Вы телевизор вообще-то смотрите? Новости вообще смотрите? Я нет. Нет, вот это очень плохо. Говорит, что брезгует. Я, честно говоря, тоже, но мне как-то пришлось с этим справиться. А вы смотрите интернет? Я в эту помойку не лезу. Почему так? Ну, потому что, во-первых, люди старшего возраста не следят за этим, за деятельностью Навального. Они в основном пользуются телевизионными каналами информирования. Они консервативны по своим установкам. Они зависят сильнее от государства. И в этом смысле в большей степени сохраняют все советские представления и установки. Навальный в тюрьме. Вы рады? Знать его, лишить гражданства пинком позад его, этого Навального. Вы тоже за него, что ли? За что? Как за что? Он и фрошин колол. И он это все головное дело. Мошенник он. Не фрошин, европейский суд по правам человека уже признал его. Плевать надо, там мы одни сволочи. Во! Конечно, конечно. Правильно, зачем нам эти права человека? Ну их нафиг. Хочешь стали зарплату давать. А вы дураки, что ли? Без Путина бы не давали вам зарплату. Конечно, без Путина не давали бы зарплату. Вас гнать надо. Кого нас? Либералов. Путин абсолютно либералов. Всего хорошего. До свидания. Зря вы это все делаете. Конечно. Зря спрашиваем. Вы думаете, лучше, что ли, жить будете? Нет, не будете. Так вы нам не дадите же. С ворами жить не будете хорошо. Поэтому, ну, консервативная картина реальности, плюс то, что называется государственно-патерналистские настроения, зависимость от власти, привычные, очень сильные привычные такое нежелание. Всяких потрясений и, соответственно, негативные отношения к тем, кто, ну, по крайней мере, в пропаганде, в государственной пропаганде олицетворяет вот эту нестабильность, смуту и так далее. Поэтому, ну, тут ничего удивительного нет. Молодые люди, практически все поголовно, ну, по крайней мере, больше 90%, сидят в интернете, в социальных сетях. Соответственно, оттуда поступает иная информация, более сложная, более разнообразная, противоречивая, заставляющая думать в сравнении вот с той пропагандой, которая идет по телевизионным каналам. Молодежь включена в этом, в происходящее. Она гораздо острее реагирует на ситуацию несправедливости, насилия и, конечно, коррупцию. Так, мы видим, проходя сейчас задержание людей, которые просто так стоят. Добрый день, вы сегодня пришли поддержать Алексея Навального? Да. Не боитесь быть задержанными? Я не боюсь. Но я пришла не только ради Алексея Навального, но и ради всех политических осужденных, ради себя в том числе, ради будущего своей страны. Ну, а как вы относитесь к действующей власти в России? Заходит какой-то полицейский, естественно, когда меня задерживали, я кричал. У меня слов нет, чтобы сказать. Вы поняли меня? У меня слов нет. Это ужасно. Человек, который желает, чтобы наша страна просветала, чтобы всю молодежь жила и была свободна, а получает незаслуженные такие пытки, это ужасно. Я молю Бога, чтобы он был жив, здоров и чтобы страна наша просветала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова